Вот год кончается и что плохо, он мог бы быть получше, что хорошо, он мог бы быть много хуже. В каждом доме свой дурдом. И какой дурдом хуже, обычно хуже тот, в котором я сижу. А в соседнем кажется лучше, как это говорили, за морем у тебя ушка-полушка. То, что 21-й год воспринимается хуже 20-го, нормально, и я бы даже сказал, что это не открывается опросом, а подтверждается опросом, усталость. В 20-м году, когда пошла корона, была надежда, что вот сейчас одолеем, шапками закидаем, пройдет, привьемся. Копится усталость, она хронизируется. Это естественно, что это воспринимается тяжелее. Вещи, которые меня занимают последние два года, как раз вот коронные эти два года, это то, что вообще происходит с людьми. Это моя специальность, а не эпидемия или политика. И мне кажется, что здесь три вещи работают очень сильно вместе. С одной стороны, то, что мы живем в очень переломное время, которое для всего мира переломное. Не для Германии, не для России, не для Штатов, для всего мира. Мир трещит, меняется на глазах, меняется с дикой скоростью. На протяжении поколения перемен больше, чем раньше, за 4-5 поколений. Как-то вот земля под ногами шатается. Это периоды, в которые всегда нарастает тревожность. Всегда нарастают такие экстремистские формы поведения. Наукобоязнь. Это было еще в средние века. Охота на ведьм, в общем, она же не просто так с неба свалилась. Просто положение женщины изменилось. Их стали отлавливать. И опять-таки кого? Самых старых или самых молодых? Самых толстых или самых худых? Самых уродливых или самых красивых? Вот тех, кто нарушает привычный ход жизни, картинки и так далее. И это работает сейчас во всем мире. Это раз. Два. К этому прибавилась корона. Три. К этому прибавились изменения нашей психологии. То, с чем мне сейчас очень часто приходится сталкиваться. Знаете, мы отвыкли от того, что жить трудно. Мы отвыкли от того, что жизнь – это работа. Мы хотим быть счастливыми 24 на 7. Он говорил, что счастлива 24 часа в сутки бывает только свинья. Она лежит в теплой луже, ее синим светом греют, жрать дают, и она счастлива. Я как раз хотел сказать о счастье. Я думаю, что примерно 23,5 часа в сутки мы работаем на полчаса счастья. И вот если эти полчаса в день есть, сразу получасом или по 5 минут набираются, то этот день счастливый. Мы ведь как привыкли вообще в России. Как дела? Ой, будем плакать два часа по очереди. Рассказываю, как хреново идут дела. Но если вы попробуете ложась спать перед тем, как спать, загибая пальцы очень конкретно, самому себе перечислить, что сегодня было хорошо, приятно, весело, вкусно, лучше, чем вчера, что вас порадовало. Когда все перечислите, тогда перейти к пункту 2, что не изменилось. Когда все перечислите, тогда к пункту 3, что было плохо и хуже. Мы же начинаем обычно наоборот. Мы начинаем с плохого и уже даже до серединки не доходим. Вот эта вот наша позиция, что должно быть все всегда хорошо, она нас очень подводит. Мы как бы отвыкаем, отходим от труда жизни, очень веселого. У меня попадаются, бывают пациенты с так называемым перфекционизмом. Знакомо всем, которые все должны делать отлично. Это становится просто бичом их жизни. Вы знаете, на чем мы с ними начали вылезать в последние годы? Да. На переформатирование картинки. Перфекционизм вот такое свойство. Дай Бог всем быть перфекционистами. Но что ты делаешь перфект? Ты каждое действие делаешь перфект? Ты во всем побеждаешь? Или ты перфект в жизненном труде? Жизнь как игра, как танец, как еще что-то. Насколько искусно и хорошо ты ведешь эту жизненную игру, в которую ты можешь проиграть, оказаться последним, потом подняться. Это и есть правила игры. И вы знаете, как-то люди поднимаются. Работают? Работают. Нужна какая-то дверца, через которую впустишь в себя представление о том, что ты сам строишь свою жизнь, что никто ее за тебя не построит. Что больше, чем ты себя любишь, никто тебя не любит. Ну, так позаботься о себе. И вот эти три вещи в соединении, вот общая тревожность, ковид, который выдвигает очень много проблем. И наша какая-то психологическая неготовность. Знаете, мне попалась фотография, по-моему, это родственники Фарады когда-то, Семена Фарады, ее в сети разместили. Октябрь 41-го года, эшелон идет в эвакуацию, теплушка, скотский вагон, какая-то станция, поезд остановился. Они вышли, кипяточку набрать, еще что-то. Кто-то в вагоне, кто-то около вагона. И они смеются. Октябрь 41-го года. Я когда увидел эту фотографию, первая мысль, которая у меня была, а мы сегодня так умеем смеяться. У всех мама, у всех голова болит, это не утешение. Как Чехов говорил, если у тебя в кармане загорелись спички, радуйся, что там не пороховой погреб. Приятно, конечно, но утешение такое, хиловатое. Но есть разумный эгоизм. Давайте подумаем о себе. Мне плохо в изоляции ковидной. Плохо. Я хочу себе добавить неприятностей. Тогда я сяду и буду стонать. Как мне плохо. Я хочу вычесть пару неприятностей. Я могу подумать, как их вычесть. Как сделать на одно-две неприятности меньше. Я не сделаю все шоколадным. Но если я уменьшу количество неприятностей на 10%, окей. Сегодня я это для себя сделал. И вот в этом треугольнике довольно трудно быть, находиться, заставлять себя, превозмогать себя, кому-то по дороге помогать. Но тем не менее, когда я себя чувствую в этом треугольнике, мне легче ориентироваться. Мне легче понять, чего я вдруг взбезился. Я вдруг обнаруживаю, что я сделал это не на домашних, а потому что я 25-й раз за день услышал о вспышке ковида на другом конце земного шара. Что вообще ко мне отношения не имеется. И вот так вот на этой площадке ориентироваться, легче жить, можно немножечко лучше. И я думаю, что имеет смысл помнить еще одну вещь. Как бы плохо ни было жить, в общем, спасают жизнь. Как-то Достоевский говорил, что красота спасет мир. Она не спасет мир. Но она его все время спасает. Это, знаете, это профилактика. Вот если я предупредил болезнь, я не вижу такого впечатляющего результата, как если я его вылечил. Я вылечил, ах, доктор, спасибо. Я предупредил, ну и что, я не болел и не болел. Это не так броско. Поэтому, коль скоро вот кончается этот год, я не знаю, каким будет следующий. Я думаю, что ковид это еще несколько лет. Это ставит некий вопрос. Если жизнь такова, как в ней сориентироваться. Если она, знаете, как это говорят, давайте готовиться к худшему и надеяться на лучшее. Если я буду так действовать, то я не проиграю. Если я буду готовиться к лучшему, а все время что-то будет хуже, я все время буду в завале. И поскольку год кончается, знаете, вот Новый год на носу. У меня одно пожелание с некоторых пор. Пусть жизнь будет добра к вам и вашим близким. А вы будете добры друг к другу и к жизни. Так будет жить немножечко легче. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok